привет вам из парка яркон мы сегодня в тель-авиве здесь очень много места и здесь ты ни с кем не сталкиваешься особо ну разве что на главной дорожке когда там много едут велосипедистов самокатчиков вот так здесь место реально много в этом парке все в наличии он мне нравится я уже неоднократно об этом говорила здесь есть все все как надо разные развлечения для разных типов людей и туалеты и парковки и покушать перекусить все есть типовой вид тель-авива на подъезде с шоссе айалон уже давно давно ремонтируем его мы едем сегодня туда по делам какие у нас там дела погадайте самокатные мы забираем самокат из очередного второго ремонта то есть ему еще нет и полугода он уже второй раз в ремонте вот опять говорят что все причинили он просто по факту если первая причина там была в нем проблемой лапочки не горели а потом мы собственно заметили что он не тянет горочку вообще просто и вообще как-то едет медленно и взяли у знакомых точно такой же самокат уже модель который они купили в том же магазине в общем он оказался даже с виду другое то есть наш он по-моему для китайского рынка у них какой-то не знаю до какого рынка в общем у них даже внешне разные и их реально ехал нормально мы прям устраивали тест-драйв самокатный а наш тормозил и мы поехали отдали его в ремонт и едем сегодня забирать так что как я и не хотела я рассказывала что самокатная история закончилась но нет наверное она закончится это когда мы продадим этот самокат знаменитые башни Азриэли многих фоткают любят их я очень спокойно отношусь к высоткам меня они нисколько не вдохновляют я как-то как человек выросший среди бетонных этих конструкций люблю деревню мы на самом деле приехали сначала в гиватайм это такой пригород тель-авива нормально вообще это обычное израильское манера вождения что у нас тут у кого что у кого площадка но мы едем на самом деле в торговый центр к гиватайме чтобы сделать саши вторую дозу вакцины потому что ванитане вчера должны были сделать и почему-то центр вакцинации решил вечером закрыться никого не предупреждая даже те у кого была запись таки приехали и офигели ну типа у них запись на вакцинацию а центр вакцинации закрыт нормально вообще мы приехали в гиватайм торговый центр и здесь центр вакцинации расположился прямо на парковке на минус первом этаже берем талончик и проходим вот сюда и здесь уже ждать свои очереди у тебя 650 744 не наш ну в принципе все как везде только это не спортивный зал а парковка вот и саши идем почему пока мы с тобой идем Александр тебя вот девушка зовет мы тоже хотим пойдем как группа поддержки мы тоже пойдем мальчик будет делать саше прививку а мы заснимем к доктор веселый саша не смотрит он не любит вот и все сделали прививку пойдем гулять потому что сразу плохо саша не станет попозже ну и надо подождать еще минут 15 Роберт решил перекусить и обязательно отмечу в своем блоге что вакцинация в Израиле носит принудительный характер чтобы никто не обольщался что это у всех по доброй воле именно нас вынудили вакцинироваться мы не единственные такие без зеленого паспорта не пускают студентов в университеты да не пускают даже вульпаны сейчас уже в государственные без вот этого зеленого паспорта так что так для снятия стресса заехали в парк Яркон часть которая со скалодромом с батутами а стресс потому что Саше не отдали в итоге самокат они его не починили я бы даже сказала они сделали его еще хуже чем он был раньше он только плохо ездил а сейчас он еще и не подключается к телефону в общем мы можно сказать просто так сгоняли все ребенок счастлив сколько стоит? 36 странная цена 20 минут попрыгайчество а вот любопытно здесь то что бока мягкие Саша пошел прыгать с Робертом потому что мне немножко прыгать неудобно взяли какие-то необычные мороженые вкусно да? вот в этом фургончике Саша какой-то коричневая с нутеллой с нутеллой себе взял и вот с таким вот видом с присядем еще можно брать в аренду вот такие вот катамаранчики разные есть на Ярконе но мы ленивые я что-то не хочу крутить колеса потому мы тут на бережку потусуемся тут в Ярконе конечно все есть и детские площадки и тренажеры всякие разные и лазалки веревочные и батуты Роберт говорит тоже есть да? все есть слушайте ну в итоге же это получается не мороженое а йогурт очень вкусно и очень похоже на мороженое все-таки дай мне еще чуть-чуть у меня прям чуть-чуть осталось классная штука классная подача мы оценили да там купили стоит 25 шекелей за штучку как народ сидит отдыхает а наше чудо уехало на самокате это все тренажеры для взрослых спортивные кто тут? привет привет все катаются на самокатах куча новых домов вот еще два новых строят высоких вот эти райончик дорогой такие самокатики стоят это шеринг можно арендовать наше еще там тоже поле для баскетбола автоматы было когда-то кафе видимо и туалет хотела вам немножко еще рассказать такие зарисовки тель-авива что картинка картинкой и жизнь она происходит вне картинки то что если на любую картинку наложить музыку это все так безумно романтично красиво особенно касаемо израиля отвяжу многие инстаблогеры они от выезжают на том что-то не в story значит снимают красоту море вечную зелень которая есть в израиле красивые песочки накладывать музыку и просто вот реально в израиль можно влюбиться на то что происходит без музыки за картинкой это настоящий израиль ну вот про тель-авив значит история небольшая из этого с вчерашнего дня тоже я вам снимаю день следующий сашка не лежит что ему плохо после прекрасной вакцины сидим и значит машине с ребенком ждем пока саша возьмет заберет свой самокат с починки который в итоге он не забрал он отказался его забирать потому что он в итоге был не починен в итоге подходит саша уже к машине а мы просто сидим в машине припарковались сзади у нас там есть свободное место там машины приезжали уезжали где-то саша подходит к машине подъезжает еще одна машина и спрашивать типа будем ли мы уезжать хотя сзади свободное место типа мадам собиралась парковаться но теперь малое место понимаете мы говорим что нет пока вот мы еще будем думать что будем сидеть садимся в машину обсуждаем куда дальше поедем и тут слышим как такой бумс знаете есть такое понятие талиаревский поцелуй это когда машину паркует прям вот прям в притычок так чтобы касаясь другой машины но это был даже не талиаревский поцелуй это был конкретный въезд в нам зад даже в бок потому что она не смогла въехать параллельной парковкой не умеет мадам таких здесь много выходит саша из машины выхожу я из машины саша там осматривает там сзади выходит она и начинает орать ну орет что-то там из серии там на иврите что вы хочу сами виноваты должны были уехать эта ситуация описывает израильтян то есть они группы не там-то они плохо вводят не умеют парковаться особенно бабенцы эти серии я вот про бабы за рулем вот только вот в израиле поняла что это реально в израиле баб за рулем нужно бояться что я не знаю что у них там в голове эти 10 детей не за кучу дел и они еще нельзя как получили эти права но вот это не ужасно и и при этом настолько вот это вот хамость наглость что выходить никакого чувства вины вообще просто то есть нам выходит начать орать мать такая от реакция а ты фраер не уехал вовремя пока она парковала как бы история всяких там знаете дтп мы там посмотрели там не знаю саш ничего особого не увидел мы достаточно просто то есть царапин тоже мы купили уже такую машину не прям новую которую не сильно жалко но вот это само сама ситуация просто найти тель-авив кажется что там такие все люди поприличнее побогаче нет нет там живут тоже такие же среднестатистические израильтяне крикливые наглые вот такие вот не знаю ну может быть в офисах где-то там до приезжают работать там вы не встретите вот этого быдла но на улицах на дорогах магазинах как только вы спускаетесь в реальную жизнь вот она вот она вам на блюдечке вот этот вот шук рынок восточный базар именно такой он именно такая жизнь в израиле конечно если жить где-то в в новеньких районах не ходить в центры городов и потом только ездить в офис и еду заказывать онлайн то израиль в принципе неплохое место для жизни как только вы вот дотрагиваетесь до реального израиля просто хочется блевануть ну такое потому что это не наши но это непривычный человеку который вырос в европе зированном обществе который смотрит на вот этот вот восточный базар что это можно наверное как-то к этому привыкнуть зачем привыкать и самому становиться таким же крикливым наглым и неприятным типом вот такой вот он тель-авив так что картинка картинкой а реальной жизни забывать не стоит